Всем привет, с вами Ньюи Зетсу, вы на канале Фрикадейка, фри, 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 буквер я потеряла, это у нас Хогвартс Наследие. Да, всем привет, а мы чувака кого-то спасать идем. Да, мы в руины. Когда потерялся чувак, мы идем его спасать. Наконец-то мы заходим в руины. Какое интересное место? Что-то он там потерял. Это что такое было, интересно? Не знаю. Любопытно. А вон пост гоблинов, и найдите. Роуланд Дупс. Все тебе любопытно. Она вообще очень любопытная девочка. Любопытнее только Стивен. Согласен. Это что такое? Бабосики. Если бы так легко бабосики валялись. Да. Причем три галеона это дофига. Тебе повезло что-нибудь глухие. Ладно, извините. Раздражает меня одним своим присутствием. А, беда. О, Панс, он третий. В смысле? Ты не догадался, что их три? Я догадалась. Без револио. Ладно, их трое всего. Ну да. Давай, у тебя получится. Четвертый. Вот, это неожиданно. И сюда. Все-таки ты сделал то, что хотел. Да. Стреляй. Стреляй, ну. Ты что ты хочешь? А, украдите болт для арбалета у снайпера. Ты же... Глянь. Уже интуиция не подвела Аделаиду. Жаль, что вам уже не понять, как вы ошибались. Чего она выпендривается? Ой, вы ебывается, вы ебывается. Ну давай. Да сейчас откроем, я хочу вон туда сходить. Так я работаю всю... А, нет, там уже вообще... Сюда идем. Алахамура. Алахамура. Он там такого не видел. Никогда, говорит, не видел таких людей, видимо. Да. И вот опять. Неплохо. Аделаида дупс. А, он айтишник. Просто. Видишь, у него работа кипит. Ну да. Неплохо согласись. Когда твоя задача сделать так, чтобы все работало само. Ну... А, он айтишник. Ну. Он айтишник. Просто айтишничка сидит. О, это пикси? Чего? Посмотри на айти. На рисунке. Это айти, корнуэльские пикси. А вот, что там за птица, не знаю. Это никто не знает. Сказочная шляпа вам. Прыть. Ты ее ненавидишь? Да, она умеет прыгать. Она умеет падать. Чего? Я принял тебя за твое. У нас ревелия сделай. Я не знаю, что ты делаешь. Что ты делаешь? Ревелия. Чего это было? Хуя себе. Ты посмотри сколько. А что это было? Ветер. Это ветер. Все правильно. Что это было? Слово человека. Пустой звук. Этот пленник обещал раздобыть для нас металл. Расисты. Ладно, давай развлекаться. Хотя это, наверное, уже псенофобия определенного рода. Но мы же не-не-не. Они же не то, чтобы... Хотя нет, это расы. По-моему, по фантазийному миру эльфы и люди это расы-расы. Это как-то... Наса по... Как бы азиаты и, допустим, славяне-коразные расы. Иди сюда. Так что, Коблин это другая раса. Винциндио. Трахте бедухонского? Или мне уже кажется? Запустите цель другого врага с использованием заклинания депульса. Попадите в снайпера с использованием заклинания от колбеней. Ого. А что они? Откуда ты в таком количестве бегала? Фига, какие молодцы, организованные. А где-то наверху видите? А, нет. Ты же это заплатишь. Выпей. Поставь меня. Поставь, говорит. Иногда. Поставил. Окей, ладно. Он не впечатлился. Ну да. Дэдсэнда. О! Что такое? Музыка какая заиграла. Ага. Вот она такая. Лёгенькая. Всё говорит. Паровая дверь? Как же я открыть? Паровая? Я тут узнаю, что это... А, ну типа труба. А, это нам картинка была из-за этого места. Ё-моё. Паровая дверь. А как её реально открыть? Ну где-то есть что-то, что нужно открыть. Надо где-то котелок завести. С другой стороны... С другой стороны хватает ли тут кусков? Ну ладно, давайте наверх залезем. Посмотрим. Это что у нас? Какое-то место. Ё-моё. Ё-моё. Ну и локация здесь. Ё-моё. Там эти просят отобранное оружие. Да я уже понял. Ну да. Они уже умерли. Это жестокое обращение к кукле. Так, бабосики. Па-па-па-па. А чё так много всякого? А вон ещё чё-то лежит. Бабосики. Плохо лежит. Да? Всё, что лежит, это всё моё уже. Всё, что плохо лежит. Ты чё делаешь? Кошмар. Вообще, очень странно давать ученикам такие заклинания, как Инсендио или Конфринга, но не давать им Агуаменти, чтобы иметь возможность нахуй это всё потушить. Агуаменти. Куда я залез? Ты... Достойная школьная... Достойная. Это как зарплата. Только если ты достойна. Достойная зарплата. Только если ты достойна. Где я опять... Ага. Вернулся? Да, это какой-то походной путь был. О, побосики. Ага. Подожди. Вот тебе и чашенька. Сейчас. Вот. А-а-а. А кто же знал, то что надо? А-а-а. До такой степени всё тут это. Ну, это чё, Хогвард, что ты хотел-то, а? А чё здесь так много всего валяются? Прям. Да кто же знал-то их? Так, а чё здесь надо делать? Ну, не просто же так. Какое-то странное здесь... Да, давай проверим. Значит, это у нас... А как это называется, забыла я. Знамёна какие-то странные. Лошадь. Подожди. Это не лошадь, ни хера. Это этот? Блин. Водоплавающая лошадь какая-то. Да. А это гриф. Ой, этот. Гипогриф. Гипогриф. Ладно. Я не помню, как это плавающая лошадь называется, если честно. Грифей! Это чё такое? Ага. Чё-то я... Чё-то я... Чё-то я... Помещение здесь просто гигантиссимо. Забудился уже просто. Ну, куда ты пошёл? Да я пытаюсь... А, вот. Это то место. Вот. А мне надо... Подожди. Мне надо наверх. Мне надо наверх. И вот сюда. Я туда ходил. Вот туда вот. А мне вот сюда вот надо. Во. Ну, иди. А. Магические инструменты копают. А, во. Пах. Я открыл паровую дверь. Фига себе, блин, по ушам прямо она открылась. Открыл паровую дверь. Всё отлично. А они чё там делали? Если эта дверь была закрыта. А-а-а. Они всё так просто. Да. Или... Подожди. А, нет. Открылся. Пойдём вниз там. Что внизу было интересно. Там что внизу да что-то было. Пойдём вниз. Это чё вообще за этот? За тайная комната началась. А, не здесь внизу. Господи. Когда нам дадут уже запретить заклятие, а? А вот это было больно. Да, это он старательно так сделал. Молодец. Пополамо разлил. Что? А, подожди так. Это сюжетка? Нет больше места для грибинового отвара. Ну, пивани. А мне нечего пить. Ну, и нечего. Пусть и будет. Подожди, я что-то не поняла. А. Ну, видимо, эти сюда надо. Не надо было сюда. А потом вы пойдёте туда, в эту дверь, наверное, я полагаю. Да я откуда знаю сейчас. Парабую. Так, алохомор. Эй. Мистер Дубс. Да, я здесь. Они отобрали мою палочку. Это клетка, за пергамя зачарован. А. Я знаю, как его открыть, но до этого мне понадобится целая палочка. Вот сейчас мы туда пойдём. Нужно найти палочку мистера Дубса. Где же она может быть? Да где, где? Где это есть? Пойдёмте. Какой-то гоблин забрал себе, хотя ему не нужна палочка. Почему? Гоблину. А, ну гоблину, да, они нужны. Бобосики ещё. Ещё бабосики. Бобосиков-то, бабосиков-то собираем. Да, вообще прилично, я тебе скажу так. Вот чё такое? Вот это и да, вот это чё-то не любопытное. Ползи. Какую-то неведомую пыльную херню. Неизвестный предмет для головы какой-то. Ладно. Ладно, узнаем потом. Как раз от Деоида Дубска-то. Пойдём встречать. Ну открывай, кто-то нас ждёт. Какой-то... О, пансон. Мы так или иначе получим то, что нам причитают. Ну да. Все получат. Полу получите. В принципе, это то, что вам причитают, котики. Так, так, стоп. Там пигрыт какой-то. Пигрыт. Пигрыт какой-то решил. Ай-я-я-я-я. Вот это мне больно. Сегодня достается. Валим-валим. А я тоже... А вы как транскрессируете, я понятию гоблину? Слушай, у них своя же магия. Вот тут у домовых эльфов своя магия, у гоблины свои магия. Они вот бы магические существа. А люди как бы не магические существа. Но есть те, кто обладают уже магией. Вот это вот вся фигня. Ой, блядите нахуй. Дерёшься хуже пушишки. Пушишка так-то сильно дерётся языком там. Нет. Это не пушишка языком берётся. Нормально я их. Ой-ой-ой. Рябиновый отвар. Давайте. Где вы там? Выходим на арену. Оп-пансон. Опа-пансон. Андрессия пошла. Давай сюда зайдём. Давай. Тут место... А вот пигрыш. Ой, не отвалим отсюда. Здесь всё больше. Ха-ха-ха-ха-ха. Ага. Давай заберём. Топов тебе не нужен. Покрадите болт для арбалета у снайперов сторонников страны. Кто это что крадите болт? Да ёл. Это было легко. Чё тебе там легко-то было? Красиво. О, 58-60-ти. Тебе вытягивает на одного меньше. Ну чё гоблины? А вот пигурик. Те? Ты его видишь? Я не вижу. Вот он стоит пигурик. А! Их сом его хуяят. Ничем хорошим это для тебя не закончится. Да. Именно это он хотел сказать. Тебе это не сойдёт. Красиво. Победите гоблина. Теперь иди собирай где-то. Это валяется. Вот это, наверное, палочка. Динюшка. Известный пример для спины это. А-а-а. А-а-а. Ну, это три вы. Чё так дышит? Это эти... Элегантная повседневная форма. Реликвии из Far Cry 3. Чё-то тут дышит, дышит. О, помещение дышит. О-о-о. Что тебя смущает вообще? Вот она. Аккуратно положи. Ты не можешь принести больше рябинного двора. Но это да. О, видишь, как красиво лежит. Палочка мистера Дупса. Ага, она поняла, что это палочка. Ты берешь, сможет выбраться. Забери деньги. По-моему, там есть какое-то заклинание, которое позволяет узнать принадлежность палочки. Но вряд ли она его знает. Ну, в принципе, вариантов-то не так много. У гоблина уже палочек нет. Чья-то палочка, скорее всего, его. Так, а тут что такое? Плюс он мог и ее описать. Опа. А мы тут были? Нет. Нет? Ты все рябиновая. О, что это? Высокий фальшоп. Узнаем, что такое фальшоп. Это фальшоп. 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 Фальш. Думаю. Какой-то старый зал, смотри, за какими-то этими... Как это называется? Я слова забываю, пипец просто. Как эти флаги называются? Знамены-то? Да. С какими-то знаменами, да. А, навалим к дупсу. Правда, он тот еще контрабандит. Зачем он поставлял оружие? Да кто-то его знал. Он никак и не ответил. Не, ору... Существует оружие? Он что-то не хотел поставлять. Он просто с ними работал. Так не надо работать с ними. Ну, давай. Ждем. Допустим. Так я умею. Господи. Какое дело у детей? Получилось. Вы нашли мою палочку и... Минутку. Вы ученица? Нужно поскорее увезти вас отсюда. Здесь опасно. Никого нет. Все в порядке, Вестер Дупс. Я имела дело с этими гоблинами. Клянусь Мерлином. Либо вы безмерно талантливы, либо вам повезло. Но как вы нашли меня? Аделаида, моя подруга. Она беспокоилась из-за ваших дел со стороной. Это уже наша подруга. О, и не зря. Я не смог исполнить свою часть договора. А когда сказал об этом уже, очутился за решеткой. Акаду, исполнять часть договора. Ну да. Что они забыли обо мне. Я кое-что подслушал. И я бы хотел вам отплатить за спасение. Но гоблины обчистили меня до последнего кната. Так что спасибо вам большое. А что вы слышали? Да, давай. Мы сказали, что что-то подслушали. Печальная история. Кажется, я понял, с чего Ранрак вдруг решил мстить волшебникам. Однажды Ранрак наткнулся на драконий лагерь. Нелегальный, конечно. Ведь разведение драконов было запрещено. Он был молод. И эти существа привели его в восторг. Он стал частенько пробираться в лагерь, разумеется, тайком. Спустя несколько недель он набрался храбрости, чтобы обратиться к волшебнику, который отвечал за этот лагерь. Ранрак хотел присоединиться и заниматься драконами. А тот волшебник нечаянно обронил палочку, и Ранрак решил этим воспользоваться. Подняв палочку, он подошел к волшебнику, чтобы вернуть ее и представиться. Но волшебник, увидев гоблина с палочки, просто рассверепел и избил Ранрака. Едва ли не до полусмерти. С тех пор, Ранрак считает волшебников жестокими и презирает нас. Ну, да уж... Такая история. Пограмм, вы знаете гоблидук? Его приспешники этого не знают, но да. Я всегда интересовался гоблинским укладом. И с детства хотел торговать металлами. Язык давал все тяжело. Он очень сложный. А память моя едва ли не слабее моих коленей. Но за много лет с хорошим преподавателем я достиг значительных успехов. По крайней мере, я так щитаю. Мне было приятно. Хорошо, что удалось вам помочь, мистер Дубс. Вы очень дороги, Аделаиди. Она мне. Она начиталась в моих финансовых бумаг и теперь хорошо разбирается в моих делах. Не стоило мне ввязываться в торговлю с этими выродками. Такой урок я надолго усвоил. Вернуть палочку все равно, что вновь увидеть старого друга. Пойду домой и скажу Аделаиди, что все хорошо. А вы тут сами справитесь? Со мной все будет в порядке, мистер Дубс. Возвращайтесь к Аделаиди. Она очень за вас переживает. Не терпится наконец увидеть племянницу и отправиться по делам как можно дальше отсюда. Благодарю вас. Жизнь одарит вас. Он все это время сидел во фраке. Много-много. В любом только какие-нибудь заклятия, знаешь, наложенные. Чтобы оно не грязнилось. Подожди, повернись. Не за что бы не отпустили его. О, ты тут что ли? Аня. Вот я и думаю, почему он здесь появился. Может, я-то забыл. Так, господин, его уже это дыхание здесь убьет. Оно дышит. Страшно. А как мне выходить? А тут нет быстрого выхода. Ого. Чё себе, блядь. Ладно. Пойдем просто на выход. Просто пойдем на выход. 14 монет здесь. Еще немножко. Интересно. Так, это нам вот сюда, по-моему. Да, оно такое... Странно. А вот, наконец. Странные звуки издает. Это помещение. Да, тут весь замок дышит. Ну вот. Так, а теперь давай посмотрим. Все тут нашли. Так. Один из одного вижу. Руины Карл. Два из двух. О, все. Все нормально. Че, по заданиям? Так, ну, по заданиям нам надо... А нам надо, когда Уиди вернуться? Я не знаю. Надо посмотреть. Так. Так. Нет, кстати. А, все. А че к ней возвращаться? Ну, тогда идем в этот. Дядя же к ней вернулся. Ну, да. Тогда идемте в Хогвартс. Нам надо... В ручейку. Погнали. Нам надо выручать комнату. Надо... Че там надо? Ох, как красиво-то. Так, верните луну Димину. Так, нам надо определить, во-первых, все вещи. Хорошо, Мах. Ага. Потом, можно ли тут забрать уже растенец? Да, конечно, можно они там что-то созревать. Тут здесь мин. Тут они созревают, только когда я в игре нахожу. Ты бегал уже? После того, как все посадили. Верно. Довольно долго. О, верните луну Димину. Так, отмену луну. А, из девяти видишь. Так, отмене не надо. Все. Теперь мне надо... Заходим вот так. Так, тут у нас все нормально. Здесь у нас есть очки. Помощнее, кстати. Цель под действием Империал наносит больше урон. О, окей. Еще бы у меня было им. Но это эти очки? Нет, 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 нет. Похожие, по крайней мере. Она просто странные носила, да. О. Даже неплохо выглядит, на самом деле. Пока ставим. Если бы не мантия была бы такая же изумрунная. Ты сначала лучше мантию посмотри. Что там по мантии? Так. Ничего лучше моей нету. Хотя вот тут травология какая. Снижает урон полученный от топероек. Неплохо. Получает урон от растений. Ясно это. Короче, посмотри, что мы можем что-то поменять. Ого. Ну, не с этой шляпой. Не, понятно. Давай в этой хоть походим мантии немножко. А тогда шляпу снимай. Нет, тут шарф нужен какой-то. Здесь костюм ниже не нужен другой просто. Шарф вот этот неплох. Неплохо. Так, а сейчас с этим с нижним костюмом. О. Перезовый ночной амплекта. Нет, ночной. Только без юбки. Не тут нашей героини юбки. Ну да. Нет, мы же хотели другой нижний костюм. Какой? Или подожди. Это что у нее получается? Вот это вот белое под мантией. Это оно что ли? Да, это мантия. А, это часть мантии. Я думала, это нижний костюм видно. Ну ладно, тогда так оставь. Так, шляпу меняем на какую-нибудь эту. Вообще, ей с этой прической нужно, чтобы были волосы, наверное, вообще распущены. Ой, знаешь, какой я хочу посмотреть? Слева третий ряд снизу. Вот левее. Это что такое? Это шляпа фермера какого. Забавно. Не, ну надо синюю какую-то. Синих нету шляп. Да нет, синих шляп. Да, из всех подходящих только вот это и обычная. Ну тогда никакой. Ну да, выключай шляпу. Ой, ей хорошо на рыже. Так, ну всё, погнали. Погнали. А куда мы погнали? А, ну надо включить задание. И тут есть задание поговорить с Сироной. А, ну пойдём поговорим с Сироной. Типа о том, что, о чём поговорим с Сироной. Я не знаю, о чём-то. Она же писала же что-то. А, точно, точно. Ядовитая месть. За трёх мёртвых стоит мужчина и что-то сидит. Среди-то бахмочит себе ещё одну тогда не тут есть. Ладно. Ну прям задание на задание. Как скажете. Нам учиться некогда. Так нет, учиться. Загрузили, пипец. Учимся тоже мы учимся и это тоже мы делаем. А когда мы спим? А вот это вот мы не делаем. Ну как мы не делаем? Вот если ты сейчас поставишь, чтобы она подождала, она типа ляжет, где стояла, там и посмотрит. Ну она так. У меня много лечебных зелий. Да-да-да. Меня очень интересует продажа. Почему нет кнопки продать всё? Чтоб тебе было веселее. Разве это не весело? Жесть. Геймплей! Огонь просто. Эх, так, и чё? К Сироне? Может ещё и увидимся. Так, идём к Сироне. Интересно, что она нам расскажет. Зачем этой женщине ещё парочка думалых эльфов? Ещё парочку, говорит. Рады вас видеть. Сказки барды не вращаться к брошкам. В деревне до сих пор обсуждают, как вы победили тролли. Этому она впечатлила. Здравствуйте, Сирона. Я получила от вас сову. Как поживаете? Приветствую. Удалось найти лотгака. Ну... Мы с ней поговорили? Что? Нет, мы ещё там работаем вместе. Да, спасибо. Кстати, мы договорились работать вместе, чтобы остановить раннера. Правда? Хм... Так и знала, что вы поладите. Но от ваших планов я буду держаться подальше. И я не стану напоминать вам об осторожности. Думаю, вы и сами в курсе. Я... Да, обязательно. В записке сказано, что вам нужна моя помощь. Нужна. Я хотела попросить вас оказать услугу моей подруги Дороти Спроттл из Верхнего Хоксвилда. Спроттл. Кажется, я не знакома с миссис Спроттл. Она очень милая. Мой отец дружил с её покойным супругом Эйденом. В годы учёбы я оставалась у Доты Эйдена на лето, когда подрабатывала здесь. Но после смерти Эйдена мы виделись лишь мельком. В пабе сейчас дел не впроворот, и мне не удалось уделить ей должное внимание. Я хотела попросить вас проведать её. И узнать, не нужна ли ей помощь с ингредиентами к рябиновому отвару. А заодно забрать одну вещь, принадлежащую мне. Это коробка со старыми письмами и всякими мелочами. А зачем миссис Спроттл? А зачем миссис Спроттл? Зачем миссис Спроттл хранит запасы рябинового отвара? У Дот большой талант к зелье варенья. Она готовит рябиновый отвар для странствующих торговцев. Обычная мера предосторожности. Увы, ставшая необходимостью, когда сторонники Ранрока перекрывают торговые пути. Зачем вы оставили? Скажите, почему ваша коробка писем осталась у мистера и миссис Спроттл? Это одна из нескольких, которые я хранила в юности. Дот нашла ее, когда убиралась в шкафу. Я даже не помню, что там. Наверное, что-то ужасно сентиментальное. Наивная переписка юной ведьмы с подружками. Можете взглянуть, если найдете коробку. Честно говоря, надеюсь, там вещи, связанные с приятными воспоминаниями. Окей. Я постараюсь. Я постараюсь заглянуть к ней. Я буду вам признательна. Как и Дороти. Эйден собирался принести мне коробку писем. Дот покажет, где он мог ее потерять. Ладно. Эта деревушка находится к северу от Хоксмеда. Передавайте Дот. Хорошо. Понял, принял. Но, видимо, это уже в следующий раз. Да, это уже в следующий раз все сделаем. Что ж, спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. До скорой встречи в новых видео. Пока-пока. Пока-пока.